итак друзья сейчас мы уже собираемся ехать дальше следующая наша остановка это будет город уйнян по дороге будет просто огромное количество красивейших мест которые мы будем снимать итак мы выехали из нячанга и едем дальше на север перед нами открывались просто великолепные пейзажи конечно мы ничуть не пожалели что выбрали дорогу у моря они по трассе хотя она сделала наш путь длиннее примерно на 500 километров но цель нашего путешествия увидеть вьетнам они быстро добраться до ханое обратите внимание вдоль дороги есть кафе и стоят включенные шланги с водой как фонтаны это зазывают водителей по этой дороге трудно ездить грузовикам постоянно дорога идет то в гору то вниз и часто серпантины машины перегреваются и мы часто видели как у дороги водители грузовиков поливали из шлангов колеса кстати друзья все кто еще не смотрел первую часть нашего путешествия город нячанг приглашаю к просмотру мы выехали из нячанга и вот остановились такая рыбацкая наверное деревня заехали на заправку заправить машину и посмотрите сколько здесь рыбаков сколько лодочек и такой запах именно морской рыбы ощущается конкретный такой запах но не воняет а именно просто пахнет морской рыбой как я рада что вы поехали в такое путешествие честно вам скажу я давно о нем мечтала мои воспоминания о нячанг остались по-прежнему самые лучшие для меня то есть меня нячанг вообще не разочаровал вот видите там на противоположной стороне вот такие большие коробки пластиковые в эти коробки упаковывают рыбу и отправляют в город продают рыбаки на тайзиках подплывают к берегу здесь есть и тайзики и большие кораблики конечно берег здесь грязноват можно было бы почистить но если честно я ожидала что море будет очень грязная на море нет не грязная видите даже довольно чисто а вон мужик плавает возле корабля смотрите он что-то там ремонтирует наверно о вылазит сейчас мы стоим на светофоре и только посмотрите как ездят во вьетнаме правила фактически не соблюдают ну кроме трассы а вот в таких маленьких поселках все ездят как хотят и по встречке и вдоль и поперек и снова пошел дождь по дороге у нас много небольших городков и в них люди заняты все своим делом вот мы проезжаем вдоль моря и здесь рынок прямо у дороги и сразу же ремонтируют снасти и вот пейзаж уже изменился проезжаем рисовые поля горы идет дождь красота вот сверху стоит комбайн а снизу дорогой мерседес с класса это только во вьетнаме могут возить так машины трактор и мерседес в одном грузовике круто да во вьетнаме пользуются спросом услуги перевозки машин допустим вы летите в ханой на самолете а машину чуть раньше отправляете вот на таком грузовике и уже когда приезжаете на место ездите снова на своей машине так как мы хотели ехать по дорогам у моря мы иногда попадали вот на такие узкие проселочные дороги и как видите на этой дороге двум машинам разминуться довольно сложно а сейчас мы едем на косу каково было наше удивление мы выехали на косу и здесь дорога как будто на трассе три полосы с каждой стороны и вдоль дороги огромное количество хозяйств которые выращивают креветки вообще обычно во вьетнаме вот такие широкие трассы дороги строят там где скоро начнется какое-то строительство я уверена что на этой косе запланировано скоро какое-то большое строительство будут строить либо парк развлечений либо какие-то отели и кстати именно на этой косе если по ней проехать чуть дальше находится самая восточная точка вьетнама друзья мы заехали на какую-то сумасшедшую косу такая длинная коса в море и здесь есть такой небольшой поселок можно даже сказать такой маленький городочек и посмотрите какой красивый храм сейчас пойдем посмотрим здесь вот такая шикарная дорога трехполосная в одну сторону дорога асфальт и ничего здесь нет возможно дальше здесь будет какое-то строительство интересное и посмотрите какой красивый храм как всегда желтый красный цвет цвет золота и красный цвет это все символы буддизма вот такой сад красивый посмотрите лежит будда поют петухи красота умиротворение такое о и вот посмотрите на этих четырех героев это из китайской мифологии есть такая очень известная китайская сказка 15 века о монахе человеке царе обезьян и царе свиней они отправились в долгое и трудное путешествие полное опасности они шли на запад в далекую индию за священными книгами и должны были привести их в китай у человека царя обезьян и царя свиней были грехи которые они могли искупить одним только этим единственным способом привести священные книги по этой легенде сняли множество фильмов сериалов и мультфильмов эту легенду путешествия на запад знают во вьетнаме все да вот такой злой дядька сердится ням а вот такой добрый и толстенький а это путешественник явно какой-то паломник друзья типичная вьетнамская погода идет дождь но дочь такой моросящий сейчас у нас сезон дождей влажность душно но классно и послушайте музыка в храме во вьетнаме основная религия буддизм и поклоняются богиня куанте ам она спасительница и имеет природу сострадания вот в этом месте молятся ставят свечи яблоки лежат богиня куанте ам также во вьетнаме исповедуют и другие религии здесь есть и католики и протестанты исповедуется ислам индуизм на йоге широкое влияние имеют секты например као дай если вам интересна тема религии во вьетнаме я сниму об этом отдельное видео пишите комментарии меня просто поражают вот эти статуи не все разные у всех выражение лиц такое красиво да вообще такое умиротворение здесь да вот куанте ом да вот написано куанте ом ботат вот так это храм в 2008 году построили да вот здесь тоже свечи ставят друзья вот посмотрите какой здесь сад написано на камне в лог это означает что если сесть в этом саду и помолиться в нем значит будет много денег вот видите сидят монахи под деревом да друзья вот такой красивейший храм в таком месте в которой вряд ли доезжает много туристов я думаю что здесь вообще никого не бывает поедем дальше у нас супер классное путешествие покажу еще одного отдыхающего монаха вот он так лежит под деревом и фляжечка вина у него есть и и веер явно умиротворение хорошее а здесь такой злой будда все поедем дальше вот это такой добрый будда очень много злых смотри это добренький наша дорога вдоль моря привела нас еще одной красивейший бухте мы заехали посмотреть и здесь оказалась чудесная база отдыха есть вот такие отдельные беседки которые можно арендовать и провести целый день на пляже сетка 250 до 10000 вот вот народ сидит тут отдыхают если хотят обычно на выходные так можно приехать и целые выходные вот сиди кстати прикольно место классный пляж и также здесь открытый банкетный зал под навесом здесь явно отмечают разные праздники дни рождения и свадьбы вот можно банкетный зал можно здесь устроить свадьбу все повесить устроить свадьбу вот такой огромное помещение и берег ну да смотри как цветочки красиво все плане вьетнамский так друзья посмотрите просто да эту бухту она такая красивая что просто нельзя оторвать глаз и очень красивый берег такой красивый желтенький песочек сейчас конечно моросящий такой небольшой дождик но вообще классно дождик и вместе с тем такое впечатление что сквозь тучки пробиваются солнце вот мы едем по дороге которую вообще фактически мало кто знает то есть мы не едем по трассе а едем специально съезжаем дорогой возле моря и получается вот такие красоты везде вот написано там бьен пляж купаться можно вода шикарнейшая я сейчас пойду на бочу ножки какая водичка вообще покой пляж вообще класс да я стала прямо в мусор вот видите народ здесь заказал столик и сидит прямо на берегу кушает отдыхает здорово а мы сейчас едем дальше вот возле моря продаются такие типичные сувениры вот такие шляпы вот это кстати шляпы из бамбука они вообще неубиваемые четки всякие веер ну и здесь что-то для плавания купальники классная бухта здесь конечно и вот друзья мы доехали до бухты вунгро эту бухту на самом деле мало кто знает но она очень примечательная тем что здесь прямо в море в специальных клетках выращивают лобстеров и креветки это называется бухта вунгро очень мало кто знает об этом если вы думали что живые лобстеры которые плавают в аквариумах на базаре в ресторане вылавливают в море то это не так они уже полностью выращиваются в неволе как домашние животные или птица это такой же вид фермерской деятельности обычно на таких фермах лобстеров выращивают не из икры а закупают молодые особи так как вырастить лобстера из икринки довольно сложный процесс и происходит это в специальных инкубаторах молодых лобстеров содержат в больших клетках кормят разнообразной пищей мелкими рыбами моллюсками и специальными кормами когда мы разговаривали с местными они нам сказали что кормят лобстеров даже устрицами круто да лобстеры кстати растут медленно несколько лет поэтому работа непростая процесс очень интересный самое главное нужно подходящая бухта чтобы не было сильных волн а здесь именно такое место под водой устанавливают большие клетки которые забрасывают корм когда лобстеры вырастают человек спускается в клетку и собирает их корзину кстати любой человек может приехать и купить здесь лобстеры главное количество минимум это большая корзина так что сюда приезжают из разных ресторанов и так покупают их на лодке тазики подвозят на ферму клетки и вы можете наблюдать процесс отлова к нам тоже пока мы ели подъехала местная тетя и предлагала купить лобстеры но конечно нам в дороге они были совсем не нужны коровы гуляют по дороге они разбрились совсем придет на нас они бродят тут сами по себе никого нету никому не поступать как раз мы еще и сильно кто тут заберет корову ну задавись у коровы бить корову знаешь что нереально вообще стадо целое посмотри спят на дороге и мы тут едем для говядины кому надо говядина тут матрасики клеивали и вот себе корова и вот мы доехали из нячанга до следующей нашей остановки до города куинян дорога на мой взгляд получилась интересная очень живописные места мы проехали и исследовали надеюсь вторая часть нашего путешествия вам тоже понравилось дальше еще будет продолжение друзья обязательно пишите комментарии хочу узнать о ваших впечатлениях и конечно если вам понравилось ставьте лайки и мы дальше продолжим снимать влоги для вас